Всем привет! Все необходимое для выпечки хлеба на закваске, часть 2. Есть разные методы выпечки хлеба на закваске. Кто-то любит выпекать на камне для выпечки, кто-то в формах для хлеба, кто-то на противне. Ну а я люблю выпекать чугунные кастрюли. Это мой любимый метод и сейчас коротко объясню почему. Чугунная кастрюля великолепно нагревается при высоких температурах. Она отлично удерживает тепло и создает эффект печи. Что это дает? Великолепный хлебушек, отличную хрустящую корочку и отличный пористый мякиш. Второй, на мой взгляд, очень важный момент. Мне не нужно думать, как дополнительно сделать увлажнение в духовке. Ведь все увлажнение остается внутри кастрюли. Если мы выпекаем на камне для выпечки, либо на противне, нам всегда нужно думать, как дополнительно увлажнить духовку. Иногда этого увлажнения бывает слишком много, либо наоборот мало. И это, естественно, будет влиять на качество хлебушка. Если вы начинающий хлебопек и только думаете о том, какую кастрюлю приобрести, пользуйтесь простым правилом. То, что я сейчас буду говорить, это все базируется на моем личном опыте. Если вы начинающий хлебопек, и вы не знаете, какого размера кастрюлю выбрать, я вам советую выбрать кастрюлю, которая по объему будет где-то в 2,5-3 раза больше, чем объем теста, которое чаще всего вы будете использовать для хлеба. Дно кастрюли не должно быть по диаметру очень широким. Потому что, когда вначале мы только учимся выпекать хлебушек на закваске, очень часто бывают разные казусы с тестом. Мы еще не чувствуем тесто. Иногда оно нас не слушается, растекается. Это очень частая проблема. Иногда оно перегревается, разрушается кликовина. Это все отражается на консистенции теста. Если оно жидковатое, вы его положили в кастрюлю. Если кастрюля с небольшим диаметром, небольшого размера, то ее стенки будут удерживать ваш хлебушек. И в итоге не получится плоская лепешка, а получится хороший хлебушек. Если вы планируете выпекать хлебушек примерно на 500 грамм муки, это общее количество муки в хлебе, я вам советую брать кастрюлю с диаметром не больше 21-22 см. И тогда такая кастрюля будет для вас оптимальной. Вот эта вот красная кастрюля, ей уже, наверное, лет 15 как минимум. Она у меня уже перепекла очень много хлебушка, и именно с нее я начинала. На крышке кастрюли обязательно не должно быть никаких плавящихся элементов, и ваша кастрюля обязательно должна выдерживать высокие температуры. Где-то 250 градусов по Цельсию, либо 500 градусов по Фаренгейту. Это моя следующая приобретенная кастрюля, она большого размера. Я ее купила тогда, когда уже хлебушек у меня отлично получался, держал хорошо форму, и мне не нужно было переживать, что он будет растекаться у меня в кастрюле. Только в том случае стоит купить уже кастрюлю побольше. А возможно, она вам и не понадобится, и вы вполне будете обходиться одной кастрюлей. В чугунной кастрюле можно ведь готовить и еду, не только выпекать хлебушек, поэтому я использую ее для разных целей. Для формы батард, удлиненной формы хлеба, я часто использую вот эту вот кастрюлю овальной формы. Мне она очень нравится, готовлю в ней и жаркое, разное мясо, очень хорошее качество. Вот эта кастрюля, пожалуй, одна из моих очень часто используемых и самая удобная в использовании. Почему? Потому что она состоит из двух сковородок. Одна плоская сковородка-крышка и другая глубокая сковородка. Я обычно кладу хлебную заготовку на плоскую сковороду и накрываю глубокой сковородой. Эта кастрюля имеет преимущество в том, что вы не обожгете руки. Когда вы кладете в обычную чугунную кастрюлю, нужно быть очень осторожным. Если вы пекаете в чугунной кастрюле, то обязательно, конечно, нужно иметь хорошие перчатки, которые выдерживают высокую температуру, чтобы не обжечься. Маленькие вот такие вот прихватки мне не очень нравится использовать. Лучше большие перчатки. И, естественно, нужно иметь решетку для остывания хлебушка. У меня также имеется и камень для выпечки, но хлебушек я на нем не выпекаю. Я люблю выпекать на нем либо фокаччо на закваске, либо пиццу на закваске. Мне это очень нравится. Ну, а хлебушек, как я уже говорила ранее, предпочитаю выпекать в чугунных кастрюлях. Если вы планируете выпекать хлебушек формы кирпичик, и у вас есть форма для кекса, для начала используйте ее. Если вы увидите, что вам нравится такой хлебушек, тогда уже стоит приобрести настоящую форму для хлеба формы кирпичик. У меня две формы такого плана. Одна побольше, другая поменьше. Та, которая побольше, называется Pullman Love Pen. Это форма для хлеба для сэндвичей. Знаете, когда такой хлебушек получается с очень ровной поверхностью, и по форме он как квадратный такой. Для сэндвичей очень удобно. Я выпекала в этой форме только хлеб на дрожжах, на закваске еще ни разу не пробовала, и я думаю, что это будет мой следующий проект. Попробовать хлеб для сэндвичей на закваске в этой форме. Наверняка у каждой хозяйки есть разные миски, в которых вы вымешиваете разного вида теста. Для хлеба на закваске я бы советовала приобрести большую миску. Не тратьте деньги на маленькие мисочки, потому что лучше иметь одну большую, тогда можно ее уже применять для разного объема. Не покупайте вот такую вот деревянную, как у меня, потому что, когда вы будете ее часто использовать, от влажности поверхность такой миски немножечко портится, это не очень хорошо. Лучше иметь обычную большую металлическую миску, например, как вот эта. Те, кто смотрит из вас мой канал давно, наверняка видели, что после того, как я замешиваю тесто на закваске, я перекладываю в стеклянный контейнер. Он у меня иногда в видеоквадратный, иногда прямоугольный. И в таком контейнере я делаю затем сложение теста. Эти контейнеры пригодятся, если вы практикуете технику coil fold. В них делать очень удобно, потому что этот контейнер держит как бы немножко стенки теста, оно за них цепляется, и когда вы делаете сложение, тесто натягивается, и получается очень хорошо сделать сложение теста именно по технике coil fold. Обязательно ли их покупать? Нет, не обязательно. Если вы делаете сложение теста в миске, будет ничем не хуже, просто в таких контейнерах делать удобнее. Одним из самых часто задаваемых вопросов являются вопросы о том, как добиться хорошего раскрытия хлебушка в духовке, и как добиться, чтобы у хлебушка был красивый гребешок. Очень часто, особенно начинающие пекари, думают о том, что чем круче будут резцы для хлеба, тем круче получится гребешок, и тем лучше хлебушек раскроется в духовке. Друзья мои, это совсем не так, потому что раскрытие хлебушка зависит от очень многих факторов. Все манипуляции вы можете сделать с помощью самого обычного, простого острого лезвия, и никаких резцов вам не нужно. Если вы сделали надрез под правильным углом, сделали правильную глубину, то все у вас получится. Конечно, с условием, что все другие этапы, которые были до этого, вы сделали правильно. Я имею в виду, что вы правильно сделали тесто, хорошо плотно сформовали заготовку, и тогда все получится. Что дают резцы? Резцы для теста просто делают вашу работу более удобной. Покажу вам резцы, которые у меня имеются. Вот этот имел лезвие с двух сторон. С одной стороны, я сломала сразу же, как только я получила этот резец по почте. Честно говоря, он удобный, но не очень удобно туда вставлять лезвие, ну, по крайней мере, для меня не очень удобно. Ну, а так все другое, надрез можно им очень хорошо сделать. Этот резец для теста достаточно удобный, когда вы делаете длинный надрез теста, хотите, чтобы хлебушек раскрылся. И ручка удобная, и лезвие менять легко и просто. Но если вы хотите универсальный резец, чтобы легко было делать и узоры на хлебе, и делать надрез, то я бы вам порекомендовала вот этот. Этот резец я пользую чаще всего для хлеба. Им очень легко пользоваться. Лезвие тоже легко и просто менять. Просто откручиваешь вот эту вот крышечку и вытаскиваешь лезвие, меняешь на другое. Им удобно делать и глубокий надрез длинный на хлебе, а также удобно им делать и узоры на хлебе. Но опять-таки, все можно сделать, как я уже говорила, с помощью обыкновенного простого лезвия. Поэтому, друзья мои, если вы начинающий пекарь, не заморачивайтесь, научитесь делать простым лезвием, а тогда уже смотрите сами. Нужно вам покупать резец или не нужно. Какая поверхность для формовки хлеба лучше? Силиконовая, деревянная, мраморная, либо какая-либо другая? Друзья мои, все зависит от того, насколько вам удобно, на какой поверхности вам удобно. У меня были разные этапы за эти несколько лет. Сначала я делала все на специальной доске для теста, для хлеба, которое у меня имеется. Потом я купила отдельную доску только для хлеба. Потом я приобрела несколько ковриков. Вы не думайте, что это все в одно и то же время. Это длилось на протяжении нескольких лет. Коврики я купила разного размера. Но я скажу вам честно, делайте так, как вам удобно. Единственное, что я бы посоветовала, если вы только в планах купить силиконовый коврик, тогда покупайте его лучше большого размера. Тогда точно не ошибетесь, потому что он вам будет удобен и для одного хлеба, и для двух, и для трех, и для разной другой выпечки, где нужно много места. Единственное, что я лично не приемлю, но опять-таки это мое личное мнение, это когда занимаются тестом либо хлебом на столешнице, не прикрытой ничем, либо на столе, не прикрытым ничем. Я имею в виду, не прикрытым чем-то, например, силиконовым ковриком, предназначенным для работы с тестом. Потому что мы моем всякими моющими средствами, как столешницу, так и стол. И как бы мы ее потом не отмывали чисто, все равно где-то какие-то крупинки там остаются и не хочется, чтобы это попадало нам в наш хлебушек. Для хлеба на закваске я не так часто пользуюсь кисточками, как это делала для дрожжевого хлеба, но очень часто использую вот эту вот маленькую кисточку, если, например, мне нужно убрать лишнюю муку которая образуется на пергаментной бумаге. Чтобы эта мука не горела потом в духовке, я ее убираю. В работе иногда я использую разные мерные стаканы, либо мерные ложки. Чаще всего это стеклянные, вот эти, которые вы видите на экране. Как и у каждой хозяйки, у меня мерных ложек и стаканов очень много. Но опять-таки, я считаю, что для хлеба на закваске это не обязательно, потому что если у вас есть весы, этого вполне достаточно. Все можно взвешивать с помощью весов. Не так часто, но иногда для хлебушка я использую пульверизатор. Если я хочу, чтобы хлебушек получился у меня мягким и получилось много пузырей, иногда сбрызгиваю хлеб с помощью водички из пульверизатора. Этот пульверизатор предназначен только для хлеба, видите, в нескольких местах на нем написано bread, что означает хлеб. И домашние мои знают, что мы используем его только для хлеба. Если на хлебной заготовке я хочу сделать какой-то узор, то обсыпаю ее мукой. В этом мне помогает вот такой вот стаканчик-ситечка, очень удобно. Но не обязательно такой покупать, если у вас такого нету, можно обойтись вполне обычным простым маленьким ситечком, которое есть у вас в хозяйстве. Например, вот это вот вполне подойдет. Несколько месяцев назад я купила разные трафареты для хлеба. Они имеют самые разные красивые узоры, например, вот эти вот колоски, мне они очень нравятся. Их можно прикладывать к хлебной заготовке, обсыпать мукой, и тогда на вашем хлебушке будет оставаться такой красивый отпечаток. Очень красиво, но опять-таки это только если вы уже будете увлекаться процессом хлебопечения, тогда стоит их приобрести. Также можно использовать и для любых других видов выпечки, не обязательно только для хлеба. Мое очень хорошее приобретение для хлебушка на закваске это ящик для ферментации. Конечно, можно без него обойтись и я раньше без него вполне обходилась. Но если есть возможность его купить, он очень облегчает труд и гораздо повышает качество хлеба на закваске. В чем его функция? Функция очень простая. Он будет поддерживать температуру внутри ту, которую вы ему зададите, которая вам нужна для того или иного вида хлеба. Даже если у вас в доме включен кондиционер, супер холодно, в этом ящике для ферментации будет держаться температура, которая вам нужна. Это очень удобно. Если в вашем доме сквозняк, открытые окна, вам не нужно бояться, что с вашим тестом что-то случится, потому что оно будет находиться в этом ящике для ферментации. Благодаря тому, что ящик имеет специальный контейнер для воды, внутри ящика сохраняется влажность и тем самым хлебную заготовку ничем не очень удобно. В общем, если будет у вас возможность, очень советую. Вчера на канале вышла первая часть этого видео и я забыла в нее включить кадры о термометре для духовки. Очень часто встречаю споры под видео хлеба на закваске, как долго нужно нагревать духовку. Кто-то считает, что если духовка пропикала и показала за 10-15 минут, что она уже нагрета до температуры допустим 250 градусов по Цельсию, это значит, что можно выпекать хлеб и температура внутри духовки именно такая. Друзья, я вас разочарую, потому что это совсем не так. Если ваша духовка показала, что она уже нагрета до 250 градусов, температура внутри гораздо меньше и убедиться в этом поможет этот простой обычный термометр, который я кладу на полку духовки во время ее нагрева. Поэтому во многих видео хлеба на закваске я говорю о том, что духовку нужно нагревать примерно 45-60 минут, потому что к сожалению, чтобы духовка была нагрета до высокой температуры требуется такое время. Не верите? Приобретите этот термометр и убедитесь. И хочу закончить свое видео подборкой этих замечательных кулинарных книг по хлебопечению из моей домашней библиотеки. Я очень люблю кулинарные книги, у меня их очень много, более трех сотен, и самые любимые это книги по хлебопечению. Многие из них вы уже видели в моих видео, рецепты тоже пробовали. Развивайтесь, друзья! Если вам нравится процесс хлебопечения, никогда не останавливайтесь. И пусть вас не пугают неудачи. Всегда пытайтесь разобраться в том, что у вас не получилось. Спрашивайте, узнавайте, читайте книги, и все обязательно у вас получится. Если не сегодня, то завтра точно. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и отличного хлебопечения. До новых видео, всем пока!